Доброго здоровья, уважаемые посетители моего канала! Вы знаете, меня всегда несколько удивляло, причем удивляло с неприятной стороны, это беспомощность, какая-то беспомощность человека, и такое, что он, как бы сказать, внушает себе, что он это не может по тем или иным причинам. Ну вот, смотрите, blue dots connected, переводить все русского на английский или другой язык очень трудно, для этого нужно знать в совершенстве этот язык на уровне профессионала и быть носителем этого языка. Да, обычному иммигранту это не под силу. Вы знаете, я вот вставлю Яндекс, как раз тут Яндекс стоит, браузер, и он мне прекрасно переводит там с английского на русский язык, так что я понимаю, что он переводит видосик на Ютубе. То есть, мне понравился какой-то видосик, ага, он на английском, я включаю этот переводчик Яндекс, и вот эти, как там они, там эти сети, эти нейросети, там тара-та-та-та, довольно-таки связано, хорошо переводит. Поэтому вы записали, вот смотрите, записали этот перевод, вы примерно понимаете, в каком русле идет разговор в том или ином видео. И потом, просто-напросто, этот перевод вы еще обработали. То есть, посидели, что там, ага, тут надо сказать. Да, это работа, но это не такая уж работа какая-то, знаете, супер-дупер сложная. Опять-таки, ну вот, зебра переводит разрушитель на оранжевую, она же переводит, ну что вы это самое, неумехи что ли какие-то. Я просто удивляюсь. И более того, я вам хочу такую вещь интересную сказать. Очень важно оседлать волну удачи. Волна удачи сопровождает редких людей. Ну, приведу вам пример. Вот смотрите, Наполеон. Никому не был известен Наполеон. Потом, значит, так, как бы сказать, разошелся. И вот он решил пойти войной на Россию. Куча народа подстегнулась к нему. Наполеон думал решить свои вещи, какие-то, какие ему нужны были. Весь остальной народ, видя, что этому человеку практически все удается, он подстегнулся к нему для того, чтобы решить свои какие-то задачи. Они были далеки от мыслей Наполеона, что там надо сделать с Россией. Они решали чисто свои какие-то меркантильные, там, материальные задачи. Думали немножечко поднаграбить и так далее, и тому подобное. То есть они к нему привнули. Что я вам еще предлагаю и, так сказать, раскрываю. Феномен. Книг, которые я написал, которые были проданы более чем 50 миллионными тиражами. Плюс телевидение, плюс вот это все, это огромные, вот, 3,5 тысячи видосов. Огромный такой материал, который можно использовать. И здесь уже элементы удачи, элементы благосостояния, они уже состоялись. Ваша задача, ваша задача, минимально, ну вот просто опробовать, просто опробовать. Знаете, вот можно там опустить руки там, ну вот, допустим, что-то там с договором не получилось там, или еще что-то. Я вам говорю, если у вас, вы понимаете, что вы можете оседлать волну удачи, вам просто надо сделать, и вы это понимаете, сделать просто первый шаг. Открыть канал, 5 видосиков целебной кулинарии, которая нейтральна, которая ничего не затравит никаких. Все и станет ясно. И дальше, если это все пойдет, 70 видео, только целебной кулинарии. Если это дальше пойдет, я еще запишу видосики, правда я там буду сам там сниматься, но найдем, что сделать. И уже вот тогда, дальше, различные договоры и так далее, и так далее. А сейчас просто тупо открыть канал, перевести эти 5 видосов, и даже не беря у меня этого самого разрешения, все это сделать, потому что разрешение вам даст YouTube. Он обратится там, допустим, ко мне, или как там это все это. То есть, не надо заранее себя вот ставить в такие рамки, что все там, это я не могу переводить, это тут я не могу считать, это тут какая-то там налоговая, это еще что-то, разрешение и так далее, и так далее. Поймите одно, существует такое понятие, удача, и оседлать удачу удается очень редким людям. Мне это удалось, сама моя жизнь на виду это вам демонстрирует. Если вы, конечно, слепы, если вы, конечно, не верите ни в себя, ни во что, ну это ваше дело. Субтитры делал DimaTorzok